Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Прекрасная картиночка, великолепная, мониторинг, ну и все остальное. Итак, добрая здоровьица, давайте мы с вами разберем выход человека, который отголодал 40 суток, вот он решил выходить. Ну я ему дал там кое-какие советы, то есть просто иногда человек планирует, вот 40 суток и все. Полное это будет, неполное там, то есть с появлением чувства голода, с очищением языка. Ну это как-то не волнует, вот 40 суточный рубеж, он поднимает шкалу твоей ценности, ты так сказать, вот достиг такого результата. На самом деле, на самом деле, вот я вспоминаю свое 40 суточное голодание, когда я голодал, я тоже дал себе установку, вот 40 суток и все. Судя по тому, что выходило, надо было продолжать голодать до тех пор, пока это все не вышло бы. Вот тогда был бы, а, результат, ну ладно. Итак, пятницу вечером пришло устойчивое чувство голода, не суперсильное, но постоянное, на 40-й день. Я бы, я бы рекомендовал еще бы подождать на 41-й, 42-й день, как, что там, что там. И особенно, особенно посмотреть, что выходит при клизмении. То есть, если что-то выходит при клизмении, то есть, там как раз идет мощнейший процесс очищения всего этого, то надо бы еще поголодать, чтобы дать всему этому выйти. Решил выходить. Был уже поздний вечер. Вот смотрите, когда поздний вечер, и вы решили выходить, Лучше всего и легче вам это сделать утром. Как раз дать возможность организму прочувствовать, что так ли это, вот надо выходить, или это не так. Ночь можно было проспать совершенно спокойно. Примерно 20-21 час. И началось. Началось с разбавленных на половину соков. Первый, морковный. Ну, нормально, морковный. Вот выпил бы морковного сока, там, допустим, 100 граммчиков, да и лег спать. Но дальше идет второй, яблочно-свекольный. Вот тут яблоки должны быть сладкие. И вообще, я на своем собственном опыте убедился, чтобы фруктов было меньше. Потому что фруктовые кислоты, они влияют сильно на эмаль зубов. И, грубо говоря, буквально такие, за 2-3 дня выхода из голода, у меня такие случаи были лично, они съедают эмаль зубов. Лучше всего, вот, я выходил, это на простокваши. Можно туда немножко меда добавить. Отлично. Это то, вот, как бы сказать, то, что надо. Дальше третий, виноградный. А вот это совсем не надо, виноградный. Вот как раз в этом виноградном соке и содержатся все вот эти вот мощные фруктовые кислоты, которые начинают все это дело делать. Но не надо такая, такая мешанина. Если морконы, то морконы, все. Это уже перебор. Перебор, все там начинается смешиваться. И примерно в 12 ночи в начале первого закончил. То есть это уже говорит о том, что пошел срыв у человека. Он голодал не для того, чтобы получить какой-то такой эффект, достичь каких-то там, грубо говоря, духовных высотами, от чего-то исцелиться. А вот он буквально таки вот ждал, когда можно будет начинать есть. То есть вот эта вот черта характера, одна, конечно, из основных, она не была проработана. И она в дальнейшем, это только первый день, она в дальнейшем перечеркнет все это голодание. Потому что нету ни сдержанности, ничего, ночь полночи, едим и все. То есть явление жора буквально таки с первых моментов выхода. Перерыва не делал. На достаточные 20-30 минут, наверное, немного перегрузил. Да не на много перегрузили. Перегрузили по полной. По полной перегрузили. Вообще-то надо было на 41 день утречком и выходить. Вкусовые ощущения были прекрасные. Естественно, естественно, первые вот эти вот вкусовые ощущения, они прекрасны, они великолепны. То есть после голодания пища раз в 10 кажется вкуснее. И вот тут-то большая беда. Ее-то надо, надо контролировать это все. Мы можем съесть намного больше, нежели переварить и усвоить. В субботу продолжил после 13 дня. Надо было вот в субботу с утра начинать кисломолочное. Не было где выжимать сок, поэтому сидел в машине, жевал немного винограда, жмых выплевал. Опять-таки контакт с завной эмалью, с виноградом. Но с виноградом очень легко сделать передозировку. Кажется, чтобы съел немножечко, ну немножечко съел. А на самом деле организм не может сразу все это усвоить. И он, как бы сказать, даст почву для будущего заброда. То есть начнется там брожение и пошло-пошло-поехало. И так дальше может остаться на всю оставшуюся жизнь. Ну не надо это делать, не надо это делать. Вообще приучайтесь никаких, ни машин, ничего. Сели, с утра поели, в обед, допустим, поели, вечерком поели. А после такого голодания мы запускаем желудочно-кишечный тракт. Очень осторожно. Поэтому один продукт желательно, который бы не забродил. Поэтому вот я все вам говорю. Это вот кисло-молоко. То есть у детей, которые родились, что идет вначале? Молозовое и молоко. Вот кисло-молочное, это как раз вот именно то, что наиболее подойдет. В противном случае надо на овощных соках выходить. Пускай этот морковный там будет. Но чтобы там не на фруктовых. Фруктовые соки, в зависимости еще от конституции человека, фруктовые соки, они могут очень серьезно повредить на выходе. В промежутках брал в рот немного цветочной пыльцы. Зачем? Вот зачем у человека сложилось какое-то мнение, что сейчас надо питать организм, дать ему все необходимое, микроэлементы. Надо дать то, сё, пятое, десятое. Да он еще не способен особо усваивать эти все вещества. Просто-напросто не способен. Надо, надо первым делом запустить желудочно-кишечный тракт потихоньку. Потом морковный фреш без воды. Уже 250 мл. Опачки, пошло, пошло. Дозой, дозой, слонячей. Это уже идет, знаете, насилие над своим собственным организмом. И сначала она кажется, да, вроде бы все это нормально, все это. То есть человек даже, он не может уловить момент, где он переел и где ему стало хуже. Он только уже отметит, что стало хуже. Так, в течение дня жевал в машине виноград. Да, ё-моё, выплевал жмых и брал на язык немного цветочной пыльцы. Голодание – это вообще серьезная наука, которая имеет свои, как бы сказать, градации. Которая имеет свои законы, что, что, как и делать, чтобы следовать всему этому. Когда вот так вот просто вот это, живем, 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 то цветочную пыльцу, то то это. Но зачем, зачем это все? Вот просто-напросто такое впечатление, человек вот отголодал, и он соскучился до еды. Я понял со своего опыта, прежде чем голодать в большие сроки, научись правильно питаться, научись самого себя отдоргивать, научись самодисциплине сначала на питании, а потом уже начинаешь голодать. Вот тогда будет получаться. В противном случае, то вот это переедание, вот это вот, все идет на смарку, плюс еще хуже будет. Вечером яблочно-свекольный фреш, примерно через час переборшил с арбужным фрешем, уже он сам, человек отмечает, переборшил. То есть у человека настолько руководить им чувство вот этого, я бы не сказал, что голода, чувство нездорового голода, это как паразит какой-то, на нем сидит, который давай-давай-давай, то есть он подошел за 40 суток тому, чтобы от него избавиться, тут сны желательно там рассказать, что там, что там было, ну ничего этого нет, а так, люди думают, он так поголодал, да и отвалит. Что вот эта вот сущность, она заставляет его жрать, 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 чтобы за счет этого самой в первую очередь отъесться. А на человека наплевать, да что там ты, молодец, ты проголодал, а сейчас давай-давай ешь, хорошо. И, короче, с чего он начал, в то же болото она его и затянет. Так, выпил около пол-литра, все старался медленно пережевывать. Ну не будьте жвачными животными, вот-вот поели, сделайте там перерыв, чтобы у вас было. Вот эта жвачка вот бесконечная, ну это не то, не то, что от вас ждут на восстановлении после такого срока. Чтобы вы это закрепили состояние, приумножили, а вы это все перечеркиваете. В воскресенье после тринадцати, почему после тринадцати? Это что же, что до тринадцати организм очищается или еще что-то там такое? А потом можно себя там грузить. Кто сказал, что сказал? Органы пищеварения, они активны в основном в первой половине дня, утром и в обед. А тут все наоборот. Так, после тринадцати жевал в машине виноград, выплевывал жмык и лизал цветочную пыльцу. Да, в четырнадцать выпил морковный фреш уже триста миллилитров. Медленно пережевывал. Да все равно этого много, ну много этого. Примерно через два с половиной часа медленно пережевал ананасовый фреш. Ананасовый фреш, вот эти кислоты, вот эти вот. Особенно вот эти ананасы, как бы сказать, это не цитрусовые, но тем не менее. Они особенно, вот эти вот фруктовые кислоты действуют на, грубо говоря, на эмаль зубов, на вымывание там кальция и так далее. То есть нету нигде, да и сначала и не надо этого, нету нигде поступления веществ простокваша. Где содержится и белочек, где содержится, допустим, и кальций и все-все такие вещества, которые нам нужны для этого. А этого нет, и поэтому возникает перекос, и сначала вот это вот в сладкую сторону грузится, грузится организм. А потом посмотрим сейчас. После ананасового язык стал колом. Ага, вкусно, но кислота. О чем я говорил? То есть все уже идет усиленная разбалансировка того, что привел в баланс голод. На голоде все процессы балансируются, устаканиваются и работают так, как надо. А вот такое питание, оно их опять разбалансирует. И то, от чего мы уходим, опять быстренько возвращается и еще усугубляется. Со второго дня утром курку хлеба натирал чесноком, как положено. Ну, наконец-таки. Зачем натирает хлеба чесноком? И причем немножечко надо дотереть. Слизистая настолько у нас после голода нежная, что даже небольшое количество чеснока ее сжигает. Джуд-джуд. Для того, чтобы просто, допустим, как бы сказать о беззаразе. Так, потом пошел на базар. Съел штук четыре мягких, прямягких, больших абрикосов, как пюре. Подумал, можно. Вот он подумал, можно. Я же вам и книгу вы это самое выслал. Вся, как бы, методическая литература, вот она, перед вами. Дальше очень интересно, смотрите. Абрикосы пошли, да? Подумал, можно. Да вам вот этот вот бес, который у вас там сидит, которого вы чуть не замолили голодом, он вам все, что угодно подскажет и разрешит. А это там есть, это точно есть. Я просто-напросто по всему этому разговору чувствую, насколько человек, он привязан к еде. Привязанность к еде, это вот как раз указывает на то, что есть поражение темными силами, с соответствующим, как бы сказать, уклоном на еду. На еду. Потом фреш, яблочная свекольная. Потом переборщил с мягкими абрикосами, как пюре, штук пять. Опять, то есть пока вот эти идет смешивание, 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 дальше, я еще не дошел до этого, дальше все это в огромном количестве, поступая в желудочно-кишечный тракт, начнет бродить. И начнет появляться та микрофлора, от которой избавились во время голодания. От чего уходили, к тому, знаете, не просто, движемся со страшной скоростью. Жевал мягкие вишни, черешни и выплевывал жмых. Ну и что жмых-то выплевывали. Вот эти опять-таки в вишнях, в черешнях, эти кислоты, эти вот это сладости, вот это перебор, перебор, перебор идет. Ну потом, скорее всего, начнутся проблемы с зубами, ну примерно день на пятый. Особенно если у кого слабая эмаль, буквально-таки на третий день она слезет. Несколько раз куснул домашний творог, примерно две столовые ложки. Зашел как блаженство. Вот с него-то надо было там и начинать с творожка. И уходить с базаров, уходить с кухни, чтобы вы могли выдержать. Потому что вот это вот чувство, так сказать, вот этого вот голода, вот этот бесовня, который на вами сидит, она только и заставляет вас, чтобы вы обложились продуктами и от них не отделялись. Она вас помогает. В 12 ночи закончил. Представляете, он жевал, жевал, жевал и жевал. То есть разум отключается у человека, когда вот такой вот есть. Когда есть полевой паразит, который заведует вот этими вещами. И когда у человека нет чувства самодисциплины, понятия, что с ним происходит. И он действительно может отдохнуть 40 суток там. А потом, кажется, во все тяжкие пустился. Поздняя еда мне привычна. Поздняя еда мне привычна. То есть поздняя еда, когда органы пищеварения неактивны. И все это может забродить ночью. А ночью человек должен отдыхать. Она привычна. Человек, это существо, говорит, там сова, там жаворонок. Это все ерунда. Когда человек живет по биоритмам. И биоритмы работы желудочно-кишечного тракта, пищеварительной системы, они начинаются с утра. А заканчиваются уже где-то в 6 вечера. Привычно. Я так питаюсь десятилетиями. Ну, десятилетиями, знаете, можно действительно приучить как-то организм вот так вот питаться. И вроде бы все нормально, и все хорошо так будет. А вы попробуйте по-другому. Попробуйте по-другому. И тогда, возможно, вам не надо будет и голодать. Вот я отголодал до 40 суток. Я все это выдержал. Все это сделал. Ну, я понял вот это вот. Умеренность. Умеренность во всем должна быть. Вот если у вас будет чувство умеренности, чувство меры, тогда ни голодать не надо, ни что-то там придерживаться особо в питании не надо. Вот эта вот мера, она должна быть везде. Сегодня около 11 морковный фреш. Поменялись вкусовые ощущения. Вкус резкий, отвратительный. Перебор. Вот этого достаточно всего. Перебор. И организм уже сам подсказывает. Все, дружище, ты уже нас перегрузил. Ты перегрузил свой организм. И мы уже напичканы этими продуктами. Дай нам возможность все это как-то переварить и вывести. И поэтому меняется вкус. Примерно в 13 часов 300 миллилитров яблочно-свекольного. Два к одному. Ух ты! Яблочного сока два и одна часть свеклы. Это довольно-таки сильно концентрированный свекольный сок. Ну опять-таки большая доза. Большая концентрация. Вкусовые ощущения отвратительные. Все, организм, знаете, ему показал, что ты дружище. Ты просто-напросто, знаете, я вот так как и голодал, я с позиции организма могу ответить. Ты просто-напросто над нами надругался. Ты в чистый организм, который ты приобрел за 40 суток, ты уже за два дня умудрился так загадить, что мы отказываемся уже что-либо делать. То есть уже идет по вкусовым вещам отказ. А сейчас еще там, я не знаю, пуки-жмуки там будет или еще что-нибудь там такое. Понимаете, какой вред наносится сразу в течение первых двух дней после того. Забыл, ночью с воскресенья на понедельник вышел отличный мягкий стул. Ну это хорошо, первое бывает это. А вот потом, через трое-пять раз суток, что за стул будет выходить? Вопрос на фрукты и фреши не могу смотреть. Ну и что вопрос? Видите, я опять-таки, я вот свой собственный этот самый и голод выставлял, и неоднократно говорил, и школа голодания, книгу это самое, ну как что, что лучше сделать. От одного вида отвратительного, переборщил. Ну а на кто вам насильно закладывали? То есть отсутствие самодисциплины, отсутствие самодиагностики, отсутствие самоконтроля, отсутствие многих качеств, которыми должна обладать личность, которая должна выйти после голода нормально. Знаете, вот так взял себе за шкирку и держа, чтобы вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и все будет нормально. А тут нету ничего, все это забросалось и все. Чем продолжать? Кисломолочкой или сварить суп из проросшего зерна с овощами? Склоняюсь к овощному супу, кисломолочку потихонечку. И дозировка, всего лишь столовая ложка. Вот съели и уходите. Через 2 часа, через 3 часа еще одна столовая ложка. Потому что если вы так, вот как я вам говорю, будете делать, у вас процессы, которые голод запустил, они еще продолжаются, и они делают очень полезные вещи в организме. Но их можно быстренько затушить и свернуть вот таким вот питанием. Забросали и все. Знаете, вот огонь должен гореть, а вы туда набросали палок побольше. Он только тлеет. В дальнейшем может чередовать кисломолочку с супом или тушеными овощами. Такое впечатление, что человек, вроде как он говорит, я голодал, я это что-то делал, что-то там это. Если человек до этого голодал, какие-то сроки, то все. У него уже должно в уме созреть на основании его собственного опыта, как он выходил из 10-дневного голодания, как из 20-дневного, как там, допустим, из 30-дневного. Вот это должно созреть. А тут ничего этого не видно. От фруктов на 2-3 дня лучше отказаться. Теперь, видите, надо от того отказаться, сего отказаться. То есть нету последовательного правильного запуска. И начинаются вот эти дюрани. От того откажусь, от сего там попробую. И толку никакой будет. От одной мысли трусить начинает. Все, от фруктов отказаться, от одной мысли трусить начинает. После голодания должна быть уверенность. То есть мы во время голодания столько полевых паразитов должны выгнать. Должны приобрести уверенность, что мы прошли. Вы должны обрести такую силу, интересно, духовную. Вот я сделал вот этот подвиг. А если мысли трусить начинает? Я не знаю. Просто это. Каково ваше мнение? Плохое мнение. Буду очень благодарен. Оплачу, сколько скажется. Знаете, это больше разбор для вас сделан. Я, конечно, и он там увидит все это дело. Вот для вас, что можно, как это делать. Изучайте эту науку. Не бросайтесь вот куда-то туда, а потом будет что-то от одной мысли вас начинает трусить. Это еще результат того, что туда набросали. А далее, через 2-3-4-5 дней, будет уже результат того, как это себя там ведет. Вот этот перегруз. То есть все уже залипло, все уже, все жидкости заполнились вот этими соками, вот этим всем. На них начнут разблажаться бактерии, появятся газы и так далее, и так далее. Продолжение следует...